Михаил Крутихин выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот как раз тема, с которой хотели бы начать. Что произошло с Северным потоком, на ваш взгляд? Очень противоречивые данные. Ну кто знает. Знаете, когда поступило первое сообщение, что авария вдруг приключилась с Северным потоком-2, то первая мысль была, что-то напортачили наши сварщики и наши трубоукладчики, которые вместо квалифицированной компании САИПЕМ пригнали свой пароход, плавучий кран Академик Чарский и стали сваривать трубы, как будто это респектабельная западная компания с опытом этого дела. Хотя оборудование для работы с крупными, ну с такими большими диаметрами труб на этом пароходе, в общем-то, не было. На всем пути от находки до Балтики и вокруг Африки неизвестно, где могли поставить туда на них какое-то оборудование, не могли. Но опыта работы у них, конечно, не было никакого. А второе судно, там была баржа, которая была предназначена для укладки труб на мелководье. То есть опять ничего не годилось. И вот первое было впечатление. А потом вдруг пошли сюрпризы. На двух нитках Северного потока-1 вдруг возникли тоже проблемы, и газ пошел наружу из этих двух ниток, продырявленных. Выяснилось, что, оказывается, в Дании и в Швеции зафиксировали на этих местах толчки, то есть сейсмические станции зафиксировали. Причем вот сейчас последнее, что я слышал по местному телевидению, вот эти сейсмические толчки были вызваны взрывами, которые произошли на этих вот трех из четырех ниток. Три нитки вышли из строя. Это могло быть, ну, есть такая фантастическая теория. Может быть, это те самые боеприпасы Первой и Второй мировой войны, которые там в изобилии на дне Балтики находятся, и они каким-то образом сработали. Но сразу взять и три трубы повредить – это как-то маловероятно. И потом возникла простая теория, которая говорит о том, что сначала надо посмотреть, кому это выгодно. А больше всего выгодно – это «Газпрому». По той причине, что если «Газпром» просто по воле Путина прекращает поставки в Европу или сокращает… Да, слышите ли вы нас? Он должен будет платить огромную у него стойку, потому что он не выполнил условия контракта. Чтобы не платить, нужно причину, какое-то обстоятельство непреодолимой силы. И вот теперь, значит, появляются обстоятельства непреодолимой силы. Ну, то есть по самой распространенной теории «Газпромовцы» с помощью каких-то российских плавсредств взорвали свои трубы сами. Это могли они сделать, запустив туда робот. Есть такие поросята, вот, да-да, свиньями называют поросятами, эти роботы по трубе идут, и сделать изнутри. Или уже действительно какое-то подводное плавсредство российское могло сделать это снаружи. Такими плавсредствами российские вооружённые силы обладают. Теория эта пока, она выглядит более или менее правдоподобной. Но речь идёт всё-таки о достаточно высокотехнологичном воздействии. То есть не может человек с улицы просто там спуститься к трубе и её повредить. Как я понимаю, это всё-таки очень защищённый объект, в том числе естественной средой. Да, конечно. То есть это на глубине. Потом эти трубы, они же, во-первых, притоплены там, подводные такие траншеи. Сверху на них навален балласт, либо камни, либо гравий. И чтобы как-то взорвать их, ну, ближе всего та теория, когда запустил такого ёжика или поросёнка Газпром в каждую из этих труб, и там один какой-то не сработал. Вот одна труба осталась без взрыва. Ну, по обычному нашему разгильдяйству, то есть что-то обязательно должно не сработать. Вот такая теория есть. А что касается, скажем, потерь. Вот если этот трубопровод таким образом повреждён, как долго его могут чинить, или, по крайней мере, рассказывают, что пока ещё не могут его пощинить? То есть какой временной люфт есть у тех людей, которые это задумали, скажем так? Ну, там месяцы и месяцы. То есть это нужно откуда-то пригнать. Да, мы вас не слышим. Алло. Я пока напомню, пока у нас проблемы со связью. Подписывайтесь на наш Телеграм, ссылка есть под этим видео, так что не забудьте подписаться. Мы надеемся, что Михаил Крутихин к нам сейчас вернётся. Есть ли у нас связь? Да, момент, момент. Возвращаюсь, я надеюсь. Да, сейчас мы вас слышим. Да, да, да. То есть это потребуется месяца. Это подогнать очень крупную технику, плавучие краны, которые могут это всё поднять, с оборудованием, которое позволит резать эти трубы, затем их стыковать, сваривать. А резать это не так просто, потому что там ещё целая куча изоляции, фактически бетонные на них сверху. Это большой-большой кусок газопровода заменить, это несколько месяцев точно. Да ещё если найдутся такие подрядчики с такой высококлассной и грузоподъёмной техникой, которые могут это сделать. А что касается остановки работы трубопровода «Северный поток-1», насколько это ударит экономически по России? Потому что, как мы понимаем, всё-таки газ идёт по «Северному потоку-1». Он же продаётся. Нет, он идёт по «Северному потоку-1» вообще не идёт газ сейчас, поскольку обе нитки, они взорвались. Нет, до того, как их взорвали, он шёл. То есть Россия получала деньги, из которых, как говорят... Она получала деньги, но очень немного, потому что там были какие-то слёзы, а не газ. Очень мало этого газа шло по трубе. По воле политической отрезали Европу от основного объёма поставляемого газа. Ну, а сейчас вообще все ожидали, когда это произойдёт. И в Европе тоже ждали, когда «Газпром» полностью прекратит поставки газа. Вот сейчас это произошло. Сейчас очень многие говорят о том, что Европа, Евросоюз, вообще страны коллективного Запада, как это стало модно называть, они финансируют эту войну, потому что продолжают покупать энерго... Ну, в общем, газ, нефть и так далее. Вот насколько это справедливо? Действительно ли Россия финансируется, и война финансируется, из денег европейских налогоплательщиков сегодня? Ну, я не думаю. Это всё-таки не из денег налогоплательщиков, это из денег тех компаний, которые покупают газ. Покупают не правительство, покупают не чьи-то бюджеты, а покупают компании конкретные. А вот как дальше они распоряжаются этим газом, как они его реализуют? Ну, газ-то становится вот всё меньше и меньше, а сейчас это вообще всё отрезано. Остался, ну, маленький коридорчик, который на 20% всего используется через Украину, вот по сравнению с тем, что «Газпром» обещал по контракту прокачать, там всего 20% идёт. Он обещал 167 миллионов кубометров в день прокачивать, а прокачивать 42. То есть в 4 раза меньше, чем он обещал. И плюс к этому идёт в Европу одна из труб из Турции. В Турцию попадает голубой поток через Чёрное море и попадают две трубы турецкого потока. Вот одна из этих труб турецкого потока, она через Болгарию всё-таки в Евросоюз заходит. И всё, больше туда ничего не попадает. Если и это обрежут, через Украину обрежут, то тогда всё, вот кроме Турции, ни на что рассчитывать Европа больше не может. Но сегодня насколько велики потери финансовые у «Газпрома», то есть можно ли подсчитать, сколько они потеряли за месяцы войны? Ну, я думаю, сначала войны считали в Блумберге, они от 40 до 50 миллиардов долларов насчитали потери «Газпрома». Не потому, что война началась, а потому, что стали прекращать поставки газа. Ну, эта цифра кажется разумной. Наверное, вот такие потери и есть. А тут «Газпром» вообще теряет свою роль экспортера в Европу, и никто другой ведь не заместит. Потому что сказки, которые нам рассказывают в правительстве о том, что сейчас трубу проложат до Индии, ну, это действительно сказки. О том, что Китай вдруг возьмёт, согласится на то, чтобы вместо Европы этот газ получал Китай. Во-первых, надо лет 12-15, чтобы такую трубу, такой мощности в Китае построить. А во-вторых, Китае столько газа не нужно из России. А куда Россия тогда будет девать те запасы, которые у неё есть? То есть есть какие-то альтернативные сценарии? Нет, нет. Можно было бы понастроить заводов по сжижению газа и выпустить это на внешний рынок. Но, во-первых, кто же нам технологии-то даст? Вот сейчас есть санкции, и компании, которые могли поделиться технологиями, они ушли. И оборудование для этого, и технологии для этого. Они из России, из-за военных действий и санкций последующих, они просто были вынуждены покинуть Россию. На ваш взгляд, насколько быстро Европа перестраивается в этом смысле? То есть перестраивает свою инфраструктуру, готовится к отказу от российского газа? Это очень быстро делается. Я смотрю срочно. Вот, например, та же Польша. Они построили новую перемычку в сторону Словакии. Они наладили перемычку в Литву. Они сейчас открыли... Вот сегодня была пресс-конференция. Они торжественно открыли маршрут трубы с норвежского шельфа через Данию, через Балтику. Эта труба, 15% потребления Польши, она будет... Газа. Потребление газа, она будет удовлетворять вот эта труба с норвежским газом. Поэтому вот Германия раньше вообще не хотела получать сжижный природный газ. А сейчас уже планы седьмого терминала. То есть их уже семь будет на такой. Ну, очень быстро, очень быстро. Но, тем не менее, вот эта зима, она будет тяжелой для Европы в плане газа, энергоносителей и так далее? Я думаю, что будут проблемы. Часть производства надо будет свернуть, закрыть. Очень серьезные меры по экономии энергии вообще, энергоносителей в частности. И серьезные меры по сбережению, по энергоэффективности и по налаживанию связей между европейскими странами. Там, где газа много и где газа поменьше, вот надо наладить эти перемычки, которые не везде еще построены. А страны, которые могут заменить Россию в плане экспорта газа, то есть это какие? Вот если говорить о Европе, наиболее ближайшая альтернатива, наиболее выгодная альтернатива, ну, по сравнению с... Какая сейчас? Ну, Норвегия работает по максимуму. Сколько она может газа поставлять, столько она и будет поставлять. Из Соединенных Штатов, скорее всего, до конца года туда вступит в строй временно остановленный терминал по изготовлению и экспорту сжиженного природного газа. Так что там есть серьезные такие перспективы на повышение. Больше, вероятно, газа сможет поставить Алжир. Сейчас Азербайджан обещает чуть ли не на 30% увеличить поставки газа в Европу. Так что, да, такие возможности есть. Я говорю о краткосрочных возможностях. Дальше можно смотреть на другое планирование. Там уже намечается и Транс-Сахарский газопровод, и вдоль всего западного побережья Африки тоже газопровод, который в Европу может быть нацелен из Нигерии. Ну, есть такие возможности. Вопрос от Андрея в чате. А почему бы такие огромные объемы не направить на внутренний рынок? Снижение цен на газ, а то и бесплатно для домохозяйств. То же самое с нефтью, бензин и дизель на внутреннем рынке. Ну, Андрей про Россию говорит. Возможно ли такое? Я понимаю. Ну, с начала войны в России сократилось потребление газа примерно на 3%. Это 2,9%. Это по официальным даже данным. Второе. Для того, чтобы газ пришел в российские дома, нужно же построить газовые сети, которые этот газ доставят. А это, ну, не всегда выгодно для того же самого «Газпрома». Если, скажем, во многих российских регионах, где от деревни до деревни там огромные дистанции, строить туда газовые трубы для того, чтобы снабжать газом 3 избушки с двумя старушками, тоже «Газпром» не будет. Ну, я не вижу перспектив для повышения внутреннего потребления газа в России. Спрашивают о роли Туркмении или Туркменистана. То есть, может ли эта страна, ну, частично компенсировать потери российского газа для кого-то? Ну, она бы рада, конечно. Но для того, чтобы туркменский газ попал в Европу, надо, во-первых, построить очень маленький отрезок газопровода через Каспийское море. В принципе, это можно. Но дальше-то как? Это вот все газопроводы, которые из Азербайджана через Грузию в Турцию идут. Через Турцию газопровод ТАНАП и дальше газопровод ТАП или ответвление Балканский поток, так называемый, в Болгарии. Надо же расширять их пропускную способность. А это огромные инвестиции вот на всем этом огромном коридоре из Туркменистана. Поэтому Туркменистан, на что он единственное рассчитывает, это, да, оттуда газ Китая идет. По трем маршрутам будет скоро четвертый. И они всерьез планируют через Афганистан в Пакистан отправлять газ. А может быть, даже до Индии он дойдет. Когда Россия говорит, что вот мы в Индию сами пошлем газ, то они забывают, что там еще Туркменистан есть, который все никак не может туда добраться. А уж Россия-то совсем не доберется. А что будет с российской нефтью? Вот как вы считаете? Ежет тоже достаточно много. Ну, тут разные варианты будут. Будет ли так называемый потолок в ее цене установлен европейцами и американцами, пока не видно, чтобы было согласие по этому поводу. Но если в декабре вступят в силу и не будут нарушаться санкции против закупок российской нефти, то Россия потеряет примерно 51% экспорта нефти и 57% экспорта нефтепродуктов с марта следующего года. А это значит, что в России добыча нефти упадет как минимум наполовину. То есть 50% столько нефти смогут добывать компаний. Спрашивают наши зрители, учитывая, что российская власть значительно повышает оборонный бюджет и вообще на силовиков тратит. Спрашивают, когда она столкнется с проблемами нехватки денег из-за того, что как раз энергоресурсы не очень активно сможет продавать. Это долгий такой сценарий или это быстро произойдет, когда у них не будет просто денег на это? Нет, тут трудно сказать почему. Потому что, вы посмотрите, рубль неестественно дорогой, потому что доллары некуда тратить. Ведь в России импорт сократился до минимума, но доллары получают нефтяные и нефтегазовые компании от экспорта еще, который продолжается. А куда девать вот эти все? И поэтому печатают рубли, и эти рубли покрывают потребности и оборонного, а точнее наступательного сектора российской экономики, ну и нужды бюджетников. Так что рубли еще напечатают. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Михаил Крутихин был с нами на прямой связи. Спасибо вам и всего доброго. Вам спасибо, до свидания.